6 способов обмануть кризис рынки финансы 18.44, 16 апреля 2015 года Деньги в рост 6 способов обмануть кризис Паника, спровоцированная резкой девальвация рубля в конце 2014 года Опустошила кошельки большинства россиян В декабре отрывались руками все От бытовой техники до автомобилей и недвижимости класса люкс Но тот, кто не поддался на провокацию рынка, еще может все взвесить и принять оптимальное решение о вложении своих сбережений, чтобы если не приумножить, то хотя бы сохранить их Чего точно не стоит делать, так это хранить деньги под матрасом или в чулке в виде наличности Причем, неважно какое именно, в российских деревянных или валюте Эксперты советуют в крайнем случае положить кровные в банк под солидный процент или приобрести акции крупных компаний Lenta.ru выбрала наиболее популярные способы инвестиций в кризисный 2015 и оценила риски от таких вложений Ценные бумаги классический способ увеличить свои капиталы, купить акции голубых фишек, наиболее крупных и надежных компаний типа Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ и других, и ждать, пока они вырастут Сработает ли это в кризисном 2015-м? Директор по обслуживанию клиентов Банка БКС премьер Антон Граборов согласен с тем, что наиболее надежны в кризисное время инструменты с фиксированной или хорошо прогнозируемой доходностью Депозиты в рублях и валюте, облигации и акции голубых фишек Впрочем, он все равно не советует вкладывать крупные суммы в ценные бумаги, предварительно не посоветовавшись с финансовым консультантом Чем более непредсказуемо ведут себя финансовые рынки, тем сложнее инвестировать самостоятельно В такие времена из-за увеличившихся рисков некоторые профессиональные инвесторы способны получить колоссальную прибыль на регулярных колебаниях стоимости активов А вот рядовые инвесторы при попытке повторить подобные действия чаще всего терпят убытки, поясняет он В начале решения больших финансовых задач всегда кажется, что это сложно, цель недостижима, текущего денежного потока недостаточно Но если привлечь квалифицированного специалиста, который подскажет, как оптимизировать расходы, как получить оптимальную с точки зрения риска доходность и так далее Достичь цели значительно проще, добавляет директор по инвестициям QB Finance Дмитрий Лепешкин Важен и психологический фактор Значительно проще управлять своими расходами, когда есть четкий план По словам Граборова, максимально нивелировать риски может персональный финансовый план, ПФП, составленный профессиональным финансовым советником, учитывающий максимум параметров, исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск профиля инвестора и другие Грамотный персональный финансовый план содержит четкий набор рекомендаций, следуя которым можно спокойно накопить на квартиру, машину, образование и другие ключевые цели, добавляет менеджер Покупка бизнеса выгодным вложением в кризис, как ни парадоксально, эксперты считают приобретение бизнеса Хотя KPMG прогнозирует снижение объема рынка сделок по слияниям и поглощениям M&A В России на 20-30 миллиардов долларов, от уровня прошлого года, 71,6 миллиарда Активность инвесторов сохранится Руководитель практики по работе с фондами прямых частных инвестиций KPMG В России СНГ Питер Латте сообщил Ленте.ру, что в 2015 году только в нефтегазовом секторе, традиционно самым крупным по масштабам приобретений, было объявлено о 10 сделках на сумму 9,9 миллиарда долларов Партнер по сопровождению инвестиционных сделок Александр Попов считает, что для покупки бизнеса самое время, если в конце прошлого и начале 2015 года наблюдался спод, то сейчас рынок восстановился Сделок стало больше При этом очень много вложений в реальный сектор Практически у всех компаний возникают проблемы с ликвидностью Необходимо финансирование, что улучшает условия входа в бизнес Эксперт подчеркивает, что этот тренд характерен не только для крупных компаний, но также малого и среднего предпринимательства Удачное время для запуска проектов стрит-ретейла, поскольку значительно снизились ставки арендных платежей, приводит пример Попов Банковский вклад Взлетевшие ставки по банковским вкладам, которые в некоторых весьма щедрых кредитных учреждениях в конце прошлого года достигали 18-20% годовых Большой соблазн Но крупные финансовые организации вроде Сбербанка или ВТБ придерживаются консервативной политики, не обещая заоблачной доходности А перспектива отзыва лицензии банком России у мелких игроков остается в 2015 году более чем реальной Только за два первых месяца этого года ЦБ отозвал лицензию 71 банка В апреле глава ЦБ Эльвира Набиулина заявляла, что отзыв лицензии не является временной компанией, и процесс продолжится Директор БКС премьер подчеркивает, что в любом случае не стоит хранить деньги дома По его словам, любая валюта, вне зависимости от ее текущего курса к рублю, подвержена инфляции Компенсировать ее полностью или частично можно только при условии, что денежные сбережения работают, принося владельцу дополнительный доход Кроме того, хранение наличных денежных средств в любой валюте дома, даже при наличии сейфа, всегда несет в себе риск доступа к ним со стороны нежелательных лиц Золото-консерваторы посоветуют предпочесть валюте золотые слитки или изделия из золота, в зависимости от размера сбережений Но сегодня эта стратегия вряд ли себя оправдает С 2001 года унция наиболее популярного у инвесторов драгметалла подешевела с 1900 до 1200 долларов Российский союз золотопромышленников прогнозирует цены на золото в диапазоне от 1100 до 1350 долларов за унцию Золото – неплохой вариант Это тихая гавань для инвесторов В периоды мировых экономических потрясений, отмечают практически все эксперты финансового рынка Недвижимость покупка недвижимости выглядит вполне логичным вложением денег в кризисные времена Квартиры и дачи стабильно растут в цене, а если вдруг начинают дешеветь, то долго это не продолжается И даже если вам не удастся быстро заработать на перепродаже, всегда можно получить доход, и весьма неплохой, от сдачи в аренду Главный минус таких вложений – дороговизна жилья, особенно в столице По словам партнера девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрия Котровского, в недвижимость сегодня инвестируют те, у кого есть валютные сбережения либо рублевые депозиты в банках Стоимость валюты снижается, ставки падают, поэтому люди и стараются реинвестировать средства в новые инструменты Задача – зафиксировать прибыль от своих смелых валютных игр либо от высоких ставок по депозитам Люди вновь ищут островок стабильности на рынке недвижимости, где как раз пока еще сохраняется самая удачная ситуация для инвесторов Рынок коснулся дна кончиками пальцев и начал подниматься, отмечает Котровский И советуют вкладывать деньги в проекты высокой стадии готовности или практически построенные в больших городах или пригородах мегаполисов Но есть еще возможность приобрести жилье в таких проектах, которые раньше казались слишком дорогими В элитном классе, бизнес-классе, в домах с уникальной локацией и инфраструктурой Инвестиции в себя продвинутые бизнесмены и финансисты только посмеются над этим способом обманут кризис и сохранить свои деньги Но для большинства россиян, особенно в провинции, инвестиции в себя, здоровье, обучение, нередко оказываются единственной приемлемой целью вложения средств По мнению директора региональной сети БКС премьер Сергея Данилова, чтобы правильно подойти к такого рода инвестированию, для начала нужно определитесь со сроками начала обучения Год поступления в ВУЗ определить несложно, а о накоплениях на образование желательно задуматься хотя бы за 2-3 года до этого, но лучше, за 8-10 лет, считает директор БКС премьер Во-вторых, нужно заранее определиться с учебным заведением и его страной Третий пункт финансового плана – стоимость обучения в текущих ценах, говорит Данилов Конечно, в России есть возможность поступления на бюджет, но рассчитывать на такой сценарий не рекомендуется Если это все же состоится, накопленные деньги можно использовать для достижения других финансовых целей, например, на первый взнос для покупки квартиры ребенку В свою очередь заместитель председателя правления ЛОКО Банка Андрей Илюшина обращает внимание на то, что, прежде чем выбирать конкретные инвестиционные продукты, важно четко понимать, с какой целью вы вкладываете свои деньги Причина 80% неудачных сделок, по его мнению, заключается в том, что людям с самого начала не до конца было понятно, какую цель они преследуют Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова